Вируса больше в голове, чем в воздухе. Чем себя так напугали? Начал задыхаться, вот просто я... Задохнулась и умерла. Потеряли человека. Жить страшно. Женщина истеричка. Это самое худшее. Поднять попу и что-то делать. В домике, все, мне ничего не страшно. Эй, хозяин, внутриутробно. Я намного способна. Если я завтра умру, чтобы не так было. Здравствуйте, мои дорогие. Мы продолжаем тему коронавируса и карантина. И вы часто меня спрашивали, на самом ли деле мы можем притягивать себе болезни. Вот я разговариваю со многими моими подписчицами, моими знакомыми, с подружками. И они говорят о том, что сейчас люди, они вот просто ищут у себя симптомы коронавируса и что интересно находят им. И на самом ли деле мы то, чего боимся, того и получаем. Есть такое мнение врачей, что это действительно так. Чего боимся, то и получаем. И вы получите ответ на эти вопросы в сегодняшнем видео. Поэтому досмотрите обязательно его до конца. И в конце вы еще узнаете, какие именно особо опасные эмоции притягивают болезни и какие именно болезни вы притягиваете своими отрицательными эмоциями. Так что подписывайтесь на мой канал, досмотрите видео до конца, ставьте лайки и делитесь с друзьями. А сегодня, чтобы ответить на этот вопрос, я пригласила Анну Хаменя. Почему я пригласила именно Аню? Это замечательный психолог. Она практикующий психолог. Она участвует во многих телепередачах. Она автор многих книг. И к тому же она специализируется именно на психосоматике, ведет курсы по психосоматике и помогает многим пациентам, у которых имеются симптомы, психосоматические симптомы. Поэтому давайте мы послушаем сегодня Аню, и она нам об этом подробно расскажет. Здравствуйте, Аня. Здравствуйте, здравствуйте. Очень рада вас видеть. Мне тоже приятно. Аня, ну скажите, пожалуйста, вот на самом ли деле мы притягиваем болезни? То есть если мы боимся какой-то болезни, на самом деле ли она нас может достичь? Ну, я бы, наверное, немножко совсем с другой стороны посмотрела на ситуацию болезни. То есть я предложила бы рассмотреть следующее. Любой симптом, который мы с вами переживаем, он о чем-то нам говорит. То есть не то, что мы придумали себе болезнь и ей заболели, а вот те симптомы, которые мы переживаем физически, которые нам неприятные, люди не любят болеть, но на самом деле в болезни есть большая ценность и большой смысл, потому что этот симптом нам всегда напрямую указывает, что человек делает не так, как он как-то живет, что ему больно. Там, например, у человека ощущают там остеохондроз, у него там какие-то очень болезненные ощущения в шее. Ну вот очень часто имеет смысл рассмотреть, что этот человек в этот период жизни на эту свою шею взвалил, от чего она так ему болит. Вот, или, да. Или, например, тоже, например, у меня многие спрашивают, там вот есть такие боли, при которых врачи говорят, у вас функционально все в порядке, система и органы в соответствии с возрастными нормами. Ну, а человек испытывает боль, и тогда приходится, ну вот с каждым индивидуально прояснять, что такое в жизни он создает, как это так получается. И очень часто сами пациенты, описывая свою боль, почему вот нельзя сделать такой универсальный список, вот болит ухо, значит то-то, болит глаз, значит это. Потому что каждый пациент, когда спрашиваешь, как болит, он в своих словах называет именно то, что с ним происходит. Ну вот у меня на прошлой неделе мужчина был на консультации, у которого срыв сердечного ритма, но все функционально в порядке. И я спрашиваю, а что с вами происходит? Ну он мне отвечает, что у меня сердце колотится, как у зайца. Я говорю, чем вы так себя пугаете? Что в жизни сейчас происходит? Чем вы себя так напугали? Ну, как ни удивительно, ситуация была связана с коронавирусом. Так говоря, что сейчас пациент, вернее, статистика о том, что люди заболели с коронавирусом, это не значит, что они же умирают от коронавируса. Послушал новости, испугался. И тут получается сбой сердечного ритма, у человека там инфаркт. И еще вам больше хочу сказать, вот в данной ситуации наблюдаю даже за своими клиентами, пациентами, и у меня сейчас больше мужчин на приеме, они как-то более ипохондричны. Мы с вами лучше держимся в этой ситуации. Вот, ну, вот так, такая реальность. Да, вы знаете, Аня, я даже недавно со своей знакомой разговаривала, она говорит, не знаю, что делать с мужем. И причем это не первый случай. Говорит, муж, вот вроде бы всегда у мужчины наша поддержка, наше плечо. Но она говорит, муж в такой панике, он так боится заболеть коронавирусом, он просто, он бесконечно смотрит эти новости, он читает бесконечно там интернет, и вот он прямо все эти новости вот себе записывает, где-то там записывает, и вот, ну и что он в результате получит? Вот я в этой связи хочу сказать, что считаю самым, ну, страшным, что сейчас вот в мире происходит, это то, что хуже, чем негативные эмоции, иммунитет ничто не снижает. То есть человек испытывает страх, человек испытывает тревогу, панику, человек испытывает где-то злость, потому что мы все оказались в той ситуации, когда мы не функционируем так, как обычно, не ходим на работу в обычном режиме и так далее. И вот эти все чувства, это самое худшее, что вот снижает собственные ресурсы, резервы иммунные, резервы организма человека. Поэтому если про какой-то рецепт, чем больше будете себя пугать, тем больше будете хуже себя чувствовать. Ну да, и причем, знаете, вот о том, что тоже вот часто я слышу от своих подписчиц, от своих клиентов, что они говорят, что мысли ведь нематериальны, да, и что наши эмоции нематериальны, но по факту, я потом вам расскажу в конце видео, что наши эмоции материальны. Ну, эмоции, скажем так, они всегда выражают человеческие переживания, чувства, отношения, что является следствием нашего мышления. Понимаете, мышление и эмоции, они не могут быть раздельны, то есть это две вот очень взаимосвязанные вещи, потому что мы думаем, мы начинаем чувствовать, а потом уже, когда мы чувствуем, ведь эмоции, они имеют базовую физиологическую основу, когда мы чувствуем тревогу, повышается частота сердечных сокращений, происходит очищение дыхания, и уже наш головной мост, центральную нервную систему, пугают наши соматические ощущения. То есть сначала были мысли, потом мы почувствовали, а потом от того, что с телом стало что-то происходить, еще больше испугались, и пошли на второй круг. Да, ну и потом получается, что вот именно тревога, именно страх, она вызывает сердечно-сосудистые заболевания, да, там, влечения крови. Я бы так сказала, вот, наверное, вот тревога и страх, это основа заболеваний дыхательной системы. Дыхательная, да? Да, это бронхиальная астма, гипервентиляционный синдром, все наши различные простудные, вирусные инфекции, да, это вот именно страх. А если говорить про сердечно-сосудистую систему, там злость. А, злость. Злость и напряжение. Ну вот, напряжение. Сейчас ведь люди находятся многие в напряжении, поэтому сейчас говорят, что врачи говорят, что количество инсультов значительно увеличилось, сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов, люди жалуются на сердце, очень многие. И просто очень удивительно, что у нас не все готовы, не все готовы осознавать вот эту прямую связь, состояние своей психики и своего тела. То есть иногда приходится клиенту много-много раз сказать, что его болезненность тела может быть связана с его жизнью, с тем, как он живет, что он делает, как он создает, как он думает. И мне кажется, вот есть в этом такая проблема, как только человек готов это принять, что вот мой симптом мне сообщает о каких-то моих психологических особенностях, о трудностях, о том, что я, ну, грубо говоря, тело говорит, эй, хозяин, ты что-то делаешь в жизни не так, да, то есть разберись, подумай. Остановись, подумай. Вот. И если мы прислушиваемся, что мы любим делать? Посмотрите, у нас, если в аптеку придешь, у нас только каких-то средств не хватает. Я все время удивляюсь этому новому количеству лекарств и насколько вот эта индустрия, ну, вот, все время обновляется, обновляется, обновляется. Если бы были такие универсальные лекарства, это же не нужно было бы ничего. А что происходит? Человек пугается своего состояния и бежит быстрее снять симптом. Мы не любим, чтобы нам была, голова болела, чтобы была повышенная температура или как-то себя плохо чувствовать. И человек, когда он снимает симптом, он не успевает дойти до этого переживания, сильного дискомфорта, поднять попу и что-то делать. Понимаете? Легче побежать. легче. И вот такой замкнутый круг, что вообще я считаю, что немножко в медицине потеряли человека, лечат симптомы, а не то душевное и духовное, что с ним вытворяется. А маркетологи у нас работают. Ну да, да. И поэтому иногда я бы рекомендовала своим пациентам пережить этот тягостный симптом, то есть эти болезненные ощущения. Вот побыть в этом чувстве, вот болит. Ну и как-то вот, ну его ощутить. И тогда есть возможность вот этого осознания про что. От чего это болит? Да, потому что когда происходит, достаточно вот уже одного осознания, чтобы тяжесть симптома уменьшилась. Ну, как даже доктор Мясников говорит, что если у вас что-то болит, не идите в поликлинику. Он говорит, что сходите лучше на прогулку, сходите по парку погуляйте. Это будет гораздо больше пользы, чем вы пойдете в поликлинику, не ходите по врачам. Вы знаете, я много раз экспериментировала сама с собой. Вот это вот состояние, то есть, ну вот это потребность человека, я хочу быть здоров, мне ничего не должно болеть, она вот действительно мешает. Потому что вот когда болит, например, голова, что человек думает, он себя занимает так, чтобы вот как-нибудь, ну, отвлечь. А парадокс ситуации, что вот если я сяду, сосредоточусь на своей головной боли, вот мне голова болит, вот как она мне болит, она мне болит в затылке, она мне болит вот с этой стороны больше. То есть, если я посвящу время своей боли, она уйдет. То есть, наоборот, нужно на ней сосредоточиться? Да, да. То есть, мы ищем все время какой-то, например, уход. Да, казалось бы, наоборот, хочется как-то отмечить. А здесь получается, вот, ну, ты когда на ней сосредоточилась, если она перестала, нужна быть такой сильной. Вот видите, как интересно. А вот в силу тоже теперешней тревожности, кстати, будет ссылка, кстати, мы уже записали видео по тревожности с Николаем Кулешевичем, психологом. Будет ссылочка под этим видео, на видео по тревожности, как справиться с тревожности во время карантина и кризиса. Так что обязательно посмотрите еще это видео. А вот по поводу, опять же, той тревожности, знаете, Аня, вот опять я недавно разговаривала со своей подружкой, и она рассказывала о сыне своей подружки. Он жаловался на то, что он задыхается. То есть, вот, бывают, наверное, такие особенно чувствительные люди, которые ищут у себя симптомы коронавируса. И вот он начал задыхаться, вот просто парень задыхается. Вызвали скорую, скорая приехала, обследовала. Все нормально. Парень спокойно пошел спать без каких-либо симптомов. Ну, вот то, что вы описываете, это больше похоже на панику. То есть, это больше похоже на то состояние, в которое... Паническая арта? Да, то есть, в которое человек оказался из-за вот тех страхов, которые он себе придумал. И поэтому есть, знаете, есть тоже очень такой хороший способ. Всем рекомендуем, что делать со страхом. Вот, ну вот, да, вот, ну... Когда... Там... Основной какой же страх? Страх смерти, правильно? Да. Так вот, ну, самое хорошее упражнение, когда вот, ну, вы начинаете чего-то бояться, нужно представить разные вещи. От самой худшей к самой лучшей. То есть, вот, если я начинаю думать про коронавирус и думаю, ну, вот же, вот, ну, есть симптомы, то, ну, вот, мне нужно подумать о том, так, ну, ладно, представляем, что я заболела, задохнулась и умерла. Значит, и что? Значит, как я вот, ну, как... Что происходит, да? Ну, вот, родные, близкие там, они попереживают. Так, ну, что дальше? Ну, как-то все равно все будут дальше жить. Ну, тоже хорошо. Хорошая мысль такая порассуждать, вот, что я делаю сегодня, что если я завтра умру, чтобы мне так было обидно. Вот. Ну, то есть, понимаете, вот эта мысль, вот то, что человек, ну, человек... У нас вообще разговоры о смерти в обществе табуированы. А на самом деле, люди, по сути, не смерти боятся, что там после смерти? Ну, если верующий человек, да, у него там есть дальше определенные ожидания. А если человек не верующий, ну, после смерти все, уже безразлично. Поэтому, по сути, люди не смерти, а жить боятся. А может быть, они боятся чего-то неизвестного? Да не то, что неизвестного. То есть, страшно жить, страшно совершать поступки, принимать решения, брать на себя ответственность, жить страшно, не сама смерть страшна. Вот интересно. Кстати, вот мы с вами тоже, Аня, говорили вначале о том, что почему-то сейчас, хотя вроде бы казалось, что психосоматика больше затрагивает женщин, но почему-то сейчас именно вот, да, коронавируса боятся мужчины, и многие женщины жалуются на своих мужей, они не знают, что с ними делать. У них просто нарастает какое-то раздражение в семье, они там начинают из-за этого ругаться. А, кстати, мы вчера, кстати, снимали видео с Екатерины Табалой о том, как не развестись во время карантина. Под этим видео будет ссылочка, смотрите на это видео тоже, пожалуйста. Но, а вот все-таки, почему именно мужчины, и что с такими мужчинами делать, что с такими мужьями делать, которые ищут у себя тоже симптомы коронавируса? Ну, почему мужчины? Ну, тут, мне кажется, все достаточно просто, потому что, если вот брать такие особенности, связанные вот с этими гендерными различиями, в нашей культуре, понимаете, есть такое даже понятие, мужчина менее эмоциональный, это не так, они точно такие же эмоциональные, как мы, только в нашей культуре воспитывается у мужчины не выражение эмоций, ну, то есть, мальчики не плачут, но они не имеют права быть там чувствительными, еще какими-то еще, это женщина-истеричка, мужчина, он себе не может этого позволить, но по силе чувств все то же самое, что мы сюда, то есть, нету вот этого, просто они не выражают, они переживают и не выражают, а как мы уже говорили, что любая болезнь, это вот в принципе, есть даже такая аллегория, это застрявшая эмоция в теле, то есть, вот, например, как я говорила про напряжение, тогда это вот сбой сердечно-сосудистой системы, или, например, очень часто мы имеем лишний вес, кстати, от того, что собрали в бедрах свою злость и еще что-нибудь, гормон стресса, кортизол, в этом роде, поэтому, да, и здесь просто получается, что мужчины становятся вот в переживании, заболевания более, ну, скажем, тяжелыми, потому что запрещено, ну, у женщины хоть есть такая индульгенция, но можно побежать, и как бы никто там особо не сочтет тебя, там, скажем, нездоровой, ну, им так можно, а мужчинам так нельзя, ну, поэтому я бы сказала, когда вы задаете такой вопрос, как вот женам со своими мужьями, да, справляться, да, просто задавай вопрос, а что ты чувствуешь, а если ты злишься, так расскажи мне про свою злость, а если тебе страшно, расскажи мне, что страшно, то есть... А он расскажет? По-разному, ну, во всяком случае, надо пробовать, то есть, надо пробовать единственное, что нам дано и отличает нас от животных, это речи, поэтому мы имеем такую возможность хотя бы попробовать, понимаете, проговоренное чувство становится в половину меньше, то есть, если я сижу и могу вам сказать, вы знаете, я, Татьяна, вот чувствую волнение, да, там, мы снимаем программу, я волнуюсь, то мое волнение становится меньше. Ну, да, чувство нужно проговаривать, уже много об этом мы и с вами говорили. Поэтому мужчина никогда не придет к женщине и скажет, слушай, дорогая, я боюсь. но она может ему такой вопрос задать, что тебя тревожит, или там, чем ты огорчен, или что тебя беспокоит. Ну, то есть, с таким разговором женщина должна подойти к женщине, инициативу проявить женщину, да? ну, это редкий мужчина, который вот, ну, сам способен вот на проявление. А, кстати, вот Аня тоже, вы говорили про животных, да, и я вот тоже читала о том, что те эмоции естественные, то есть, те эмоции, которые животные испытывают, они не такие страшные для, по поводу того, что мы можем заболеть, а именно неестественные эмоции особенно опасны. То есть, например, если тигр бежит за антилопой, то антилопе некогда обижаться на этого тигра, ей нужно просто спасаться. А мы люди, часто вот у нас есть чувство обиды, чувство вины, и вот я читала, что это именно самые опасные эмоции, которые вызывают самые страшные болезни, такие как там какие-то артриты серьезные, диабет первого типа, и даже онкология, да, что вот онкологические заболевания, они вызываются именно чувством обиды и чувством вины. Правда? Я скажу так, что я тоже такие исследования читала, и могу разделить такую мысль, что от таких чувств, как вина и обида, сложнее, скажем, даже не то, что и избавляться, а с ними просто сложнее, потому что они в большей степени замешаны на нашем мышлении. То есть, вот понимаете, почему речь идет про физиологичную эмоцию, да, и страх это физиологичная эмоция. Это нормально. Это нормальное, причем есть ряд таких естественно-научных теорий, где страх вообще не рассматривается, или злость не рассматривается как что-то невероятное, это рассматривается как приспособительная реакция, ну вот, к той ситуации. То есть, он нам помогает уйти от той ситуации как-то, да? Вот что злость, что тревога, два чувства, которые очень ресурсные. Вот вспомните, что вы можете сделать, когда вы вот разозлились. Ну, я много, да, я намного способна. Или, например, когда вы испытываете вот это вот постоянное чувство вот тревоги, что я там что-то не до, то есть, это, ну, они, эти чувства нам и нужны, то есть, нельзя от них избавиться совсем навсегда, то есть, они нужны, они становятся, да, патологичными, когда вот эта вот тревога, есть такое понятие вообще экзистенциальной тревоги, нормальной тревоги, а патологичным становится тогда, когда тревога, вот, например, я иду на консультацию, ко мне клиент приходит первый раз, я всегда испытываю какое-то, ну, чувство тревоги, я не знаю, с чем он придет, да, то есть, ну, что будет происходить, такая ситуативная тревога. Вот это, она, она тревога нормальная, просто тревога из-за того, что вот, неизвестность, и эта тревога дает мне мобилизацию, сосредоточенность, а есть тревога, которая берет и ищет выходы и опредмечивается, находит предмет, чего бояться. это такие вот просто постоянно тревожные люди. Нет, нет, это, это вот внутренняя нормальная тревога нашла предмет, чего я буду бояться, коронавируса. И как-то... Слава Богу, нашла, и вот когда тревога опредметилась, нашла предмет, она становится невротической. И тогда она уже причиной неврозов, и психосоматических заболеваний и так далее. То есть, вот тогда, когда тревога нашла выход в каком-то конкретном предмете, чего я буду бояться, так, буду бояться развода, или я буду бояться, например, остаться без денег, или я буду... Вот как только появился вот этот предмет, то тревога сразу становится непосечимся. Аня, скажите, а вот среди ваших клиентов сейчас вот тревожность такая ненормальная? Ну, я бы сказала, что выше стала тревожность, выше стала тревожность, она стала выше по многим показателям, то есть, мне кажется, здесь сложились несколько вещей, не только сам страх, связанный с заболеванием, но страх людей, связанный с их дальнейшей жизнью, потому что наряду с тревожно-эпидемиологической ситуацией у нас тревожно-экономическая ситуация. И это, знаете, это как вещи, которые выступают друг для друга катализаторами, то есть я боюсь заболеть, но я при этом не хожу на работу, и я потом боюсь того, смогу ли я там содержать семью. Вот видите, а скажите, пожалуйста, мои дорогие, чего вы сейчас больше боитесь, коронавируса или экономической ситуации, или ничего не боитесь? Напишите, пожалуйста, в комментариях, нам будет очень интересно. Да, я думаю, да. Аня, скажите, а ваши клиенты чего больше боятся, коронавируса или спада в экономике? Вы знаете, я бы сказала так, а ко мне как приходили, так и продолжают приходить с какими-то разными своими болями. У каждого своя янка. Да, то есть отношения мамы и дочери, там вот срыв сердечного ритма, развод. Ну, то есть ко мне продолжают приходить вот с тем классическим набором, с которым приходили. Единственное, что в ходе этих консультаций, вот ситуация, она как отягощение. То есть, ну, все об этом говорят, у меня сегодня после нашей встречи тоже клиент. Все-таки все об этом говорят. Вот, и он мне пишет, а можно я приду к вам на консультацию без маски? Я говорю, ну, вы знаете, говорю, ну, приходи. Он говорит, ну, а у вас какие правила, вот, ну, надо ли быть в маске? И, ну, я говорю, что, ну, мне кажется, что, вот, когда такие вопросы задаются, то вируса больше в голове, чем в воздухе. Вот, то есть, да, там нужно соблюдать меры предосторожности, пользоваться там антисептиками, проветривать помещение, там сидеть на расстоянии, там достаточно. Ну, вот этот вот момент, ну, что вот прям, вот у человека еще не дошел ко мне на консультацию, уже повысился уровень тревоги. А можно ли ему быть в маске, а то ему без маски, а то ему неприятно в ней быть? Вот, кстати, Аня, я тоже хотела вам задать такой вопрос. Сейчас, я смотрю, многие люди ходят в масках даже на улице. И вот я слышу такое, такое мнение, кстати, тоже психолога. Она мне так сказала, я никогда, я об этом раньше не задумывалась. Она говорит, что, а это психологическая защита, что вот человек одел маску, и он вроде как в домике, все, мне ничего не страшно. Ну, а почему бы и не согласиться с таким мнением? Посмотрите, когда у нас много тревог и много переживаний, какая самая такая базовая физиологическая реакция? Человек, ну, то есть, это психологическая защита. Человек идет спать и накрывается с головой одеяло. Это такой регресс в пренатальный период. Я внутри утромна. Мне ничего не страшно. И еще в позу эмбриона, да? Вот, поэтому почему бы и нет, можно это тоже рассматривать как такая форма. То есть, люди вообще, когда все на себя стараются повесить, то есть, там, шали, платки, там. Вот у меня иногда клиенты приходят, женщины, вот она садится в кресло и ставит сюда на колени сумочку. Да, я каждый раз спрашиваю. Она вот вас от меня защищает. Чему она помогает? То есть, ну, какой мне такой смысл? Да, почему бы и нет. Но, с другой стороны, мне кажется, что есть в этом такой, ну, есть негативный аспект в этих масках. То есть, это пугает. Это, ну, это в принципе пугает. То есть, ты выходишь на улицу, ты имеешь визуальную стимуляцию, которая тебе сама по себе все время напоминает. То есть, у меня есть такое, ну, я делюсь своим личным представлением. То есть, у меня есть следующее понимание, что маску я носить обязана. Если я сама чувствую симптомы, ну, и могу быть источником, то есть, если у меня насморк, кашель и так далее, вот я должна носить маску. И вторая ситуация, это если я в системе здравоохранения работаю с потенциально больными людьми, которые могут быть, я тоже должна носить маску. Ну, вот это, ну, то, что я иду по улице на расстоянии больше, чем 2 метра от других людей, и вот я себя закрываю. То есть, ну, я в этом для себя, ну, смысла не вижу. Ну, я тоже как-то вот для себя в этом. Ну, вижу, что люди ходят, ну, наверное, может быть, они как-то защищаются, получается, ментально, да? Ну, вот они-то защищаются, но одновременно, видя такого же в маске, они сами у себя этот страх еще повторно провоцируют. Ну, кто-то одевают такие красивые, уже, может быть, дань моди какая-то начинается ходить, кто-то ходит красивых, разрисованных. Ну, а потом, ну, вот маска маской, ну, что такое маска? Вообще, она закрывает рот, а рот это наше средство общения. И, ну, если так можно метафорично рассмотреть эту ситуацию, то мы закрылись в своих домиках, и мы не готовы... Спрятались друг от друга, да? Мы спрятались друг от друга, мы не готовы к общению. А, вот видите, тоже, как, да, получается не очень хорошо. И опять же, те же самые, опять же, негативные. Ну, а когда люди теряют общение, когда они, ну, вот, изолированы, ну, какое такое чувство самое, ну, наверное, распространенное? Это ощущение такого одиночества. И вот хотелось, знаете, еще, Аня, вернуться к нашей теме, что наши эмоции негативные материальные, да? Получается, ведь это на самом деле они материальные, потому что вырабатываются определенные гормоны, нейромедиаторы, стресса, кортизол, адреналин. И они просто могут не давать нашей иммунной системе убивать вот эти даже те киллеры, те клетки, которые уничтожают раковые клетки. Из-за этого возникают, вот, например, онкологические болезни из-за чувства вины. То есть получается, что все-таки наши эмоции, они материальные. Ну, я скажу так, что есть много теорий. И вот то, о чем вы говорите, это одна из теорий. Вот такая именно нейроиммунная теория, то есть связанная с нейромедиаторами, связанная с иммунитетом. То есть это одна из теорий. Ну, и есть большое количество, есть и психоаналитические, и биологические теории, вот как эти заболевания, ну, возникают в организме. Я всегда считаю так, что можно обратить внимание на все, прислушаться ко всему, почувствовать, посмотреть, попробовать сделать по-другому и посмотреть, как для тебя работает. Я, знаете, я однажды читала, вот не помню, наверное, Сурожского, ну, «Человек перед Богом». Это архиепископ, вот, книжку. Это достаточно интересно. И там я прочитала такую фразу, я даже сначала не поняла, так, еще раз. Ну, я все искала вопрос, ну, и даже вот в религиозной литературе, да, что такое добро? Вот, ну, то есть вот, ну, вот что значит добро, творить добро, быть добрым и так далее, да, вот мы об этом говорим. Ну, то есть это как бы противоположность, да, ну, вот это чувство зла. Ну, и я когда прочитала, я думаю, было написано, «Добро-это не творить зло». Вот такой вот ответ, то есть, и каждый раз, когда ты разозлился и чувствуешь в себе злость, ты уже потерял способность. Так что главное, не делайте никому зла. И не будете болеть. Меньше, меньше злиться. Меньше будете болеть. Меньше злиться, то есть хотя бы отслеживать так, ну, задавать себе вопрос, что еще с собой делают, ну, что со мной такое происходит. Я злюсь так, чего злюсь, на кого злюсь, на что злюсь. Потому что обычно же в жизни бывает так, что есть какая-то ситуация, триггер, но это не есть причина злости. То есть это просто как последняя капля называют в народе. И это пусковой механизм. А если вот осознаешь, на что ты конкретно злишься, то тогда приходит и понимание, что делать. Ведь часто мы выплескиваем эмоции просто на человека, который нам под руку попался, да, на самом деле. Или нам кажется, что мы злимся на него, а мы-то злимся на себя. То есть нужно найти где-то, наверное, в себе причину. У меня был такой забавный случай с двумя студентками-заочницами. То есть я одновременно преподавала, консультировала. И еще училась на третьем высшем образовании. Получилась специализация в логопедии. Ну, мне для деток надо было. И мой день выглядел ужасно. То есть я в восемь там уходила, и там в десять приходила. И вот две студентки. То есть у вас три высших образований? Да. У меня только два. Ну, я клинический психолог, сексолог и логопед. Но так вот, и у меня была такая ситуация, подходят студентки и спрашивают у меня, вот что, то ли про дипломную работу, то ли про какое-то задание и тому подобное. А у меня несчастных из 15 минут, и я жую какой-то бутерброд. Вот. И я, значит, рявкнула. Ну, то есть, ну, это выглядело так. Ну, как бы культурно, ну, не видите ли вы, что я ем? И они бедные раз, 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 и вышли. И я вот уже после этого рабочего дня еду и думаю, ну, что это такое было, да? Ну, вот моя такая реакция. Ну, и я понимаю, что, ну, если ты одновременно и преподаешь, и учишься, ну, возьми тогда консультации отмени. Если ты учишься, возьми тогда университет задвинь пока. То есть, что ты сама сделала со своим рабочим днем, когда тебе некогда поесть, ну, вот физически поесть? Ну, и как ты организовала свою жизнь, ну, вот такой результат. Так вот, когда есть такая способность вот туда-назад уйти шагами, то есть, ну, что я, что я разозлилась на этих двух девушек, которые у меня там спросили, там, Анна Васильевна, подскажите, пожалуйста. Ну, я же не на них разозлилась. Я разозлилась на свое халатное отношение к времени, да, к себе. К недостатку отдыха. Да, да, вот так. Так что нужно отдыхать. Спасибо, Аня, большое вам за такой интересный разговор. Я надеюсь, что вы получили ответы на то, нужно ли нам бояться болезней, как их не бояться, и действительно ли все-таки болезни возникают от того, что мы их боимся, и от наших эмоций. Нужно больше получать положительных эмоций, нужно эмоции обговаривать, и не нужно их бояться. Ну, и знаете, вы много задавали таких вопросов, как же на карантине ухаживать за собой. Вот мы говорили об эмоциях, о том внешнем аспекте, потому что все девчонки, все мы хотим быть красивыми. И следующее видео, которое вы увидите на моем канале, мы снимем о том, с косметологом, о том, как мы должны быть красивыми, будем ухаживать за собой. Как ухаживать за волосами, я сниму видео со стилистом. И о бюджетной косметике, которая недорогая, но очень качественная. Сейчас, в период, когда экономический спад, это тоже актуально. Поэтому обязательно оставайтесь на моем канале, подписывайтесь на него, ставьте отметку «Нравится» и поставьте, и отметьте колокольчик под этим видео, тогда вы будете получать у тех видео, которые будут выходить в следующем на моем канале. Спасибо вам, целую вас и люблю. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok